Всех приветствую на канале Бажениты Умской области. С вами я и ведущий Влад. На носу май месяц, апрель заканчивается. В Западной Сибири пока что еще весной не пахнет. Вроде днем как тепло, хорошо, а как ночь, так блин мороз. Сегодня ночью был минус 4. Вчера был мокрый снег с дождем. После дождя все замерзало. Утром завел трактор, решил подвигать навоз маленько. Ну, навоз лежит на огороде, и нифига, под ним ничего не тает. Начал двигать, смотреть, там один снег да лед. Сейчас я пойду, покажу. Короче, решил подвигать маленечко, завел трактор. Поездил, потолкал. Снег, снег с навозом. И, блин, что-то трактор перестал поворачиваться. Ну, как поворачиваться, руль перестал поворачиваться. Колеса сами поясе поворачиваются, а трактор не хочет поворачиваться. Пошел смотреть, что за ерунда. Сейчас покажу. Вот он, вал двигается туда-сюда. Сейчас я откручу и поглядим. Сейчас все расслаблено. Крулевая колонка под кабиной находится. Получается очень большое усилие. Если просто так на тракторе ездить, телегу таскать, то без проблем. А если он начинает сработать, погрузить-то. Особенно хочу давкать тяжести. Грузишь в Порш. Ну, так-то тяжело. Еще нагрузка дополнительная. Все ясно, вал отломило. Видать, да? Все, нужно ехать, вал покупать. Добрался я в городе. Сейчас на Семереченской нахожусь. Вот там за мной сзади магазин Кузя. Но там запчастей особо на МЗ нет. А вот здесь вот, рядышком, за ним, территория, дворик такой небольшой. И там есть магазин. Тут на территории Семереченской есть магазинчик такой небольшой. Где можно посмотреть запчасти. Так, какой магазин? Во дворе он находится. Название вот оно. Его видно. Сейчас я зайду и посмотрю, что у них там есть. На МЗ. Темновато, ну, посмотри, здесь можно. Железо полный магазин. Ты по левую и по правую сторону. Дайте я железку заберу. Да, здесь вот. На ЮМЗ вал, он тут есть в наличии. Видно, давно лежит. Ну, поди еще советский, да? Советский еще. Он уже пару раз менял. Как забуксуешь, все вал отбрывает. Так, денег сколько? 600 рублей. Сейчас, секунду, деньги. Так, деньги. Так, деньги мои. Ну, все, спасибо большое. Как вы? Ага. Так что, проблем с запчастями на ЮМЗ особых нет. Здесь как новое все есть, так можно и бушное найти. Тут железо в море. Понемножку начнем ремонтировать. Погода сегодня позволяет. Тепло, пока дождика нет. Ну, а дождик пойдет, что, придется все равно ремонтировать. Вот он гидроусилитель находится на ЮМЗ. Как раз под кабиной. Там он вал. Выходит на рулевую. Вот этот вал сломанный. Так, начнем сейчас. Задача такая. Снять вот эту крышку. Отсоединить приводы. И вытащить вал. Вот он вытаскивается. А то, что обломано, внутрь я сейчас буду разбирать. Вот такой ремонт. Только начал. Все, и погода не позволяет. Сейчас по кругу покажу, что делается. Подошла туча пыльная. Ее пришлось забежать в трактор, отсиживаться, пока перестанет. Порывы, наверное, 25-30 метров в секунду. Сейчас задача снять вот эту крышку. Так-то я разбираю уже не первый раз, а третий раз. Открутил здесь бултики, ключ на 12. Вижу заливное отверстие, уровень. А сливное отверстие так и не нашел. Сейчас начну вал вытаскивать, польется масло. Штуцеры вытаскиваю. Здесь тоже на одном уровне. Тоже масло капает. А где сливное, я так и не понял. Крышка на шпильках, вот они, шпильки. А это все на герметике, на прокладке. Сейчас чуть-чуть только отронут, масло ручьем. Но там, я не знаю, наверное, литр масла будет. У меня емкость уже приготовлена. Сейчас так открутил, вал вытащил. Сейчас снимаем крышку и смотрим, что там внутри. Так, вот там вся механизация. Крышка что-то слабо была затянута. Герметика я не вижу. А, вон герметик на месте. Ну ладно, еще раз промажем. Прокладка все целая. Так, может, нам сильно мешаться не будет. Все держится здесь. Так, вот он вал. Так, а как же я вал-то вытаскивал? Я же разбираю это третий раз. Куча осколков. Ладно, сейчас сображу, вспомню, как вал вытаскивал. А, нужно вот эту штуку вот вытащить. Она легко должна вытаскиваться. Пошевелить рулем влево-вправо. Ослабить ее. Великолепно. В общем, вот это вот здесь в напряжении находится. И там тоже в напряжении. Сейчас я второго человека позову. Ну-ка, отпусти, король, немного. В другую сторону потихонечку. Так. Топ, подожди. Да что такое? Не могу вытащить. Оп, вытащилась. Ага, видим, что случилось. Где он? Вал-то, который я вытащил. Вот он вал. Вот его отломило. В этом месте. Здесь передача на червяк. А это гидропривод на рабочий цилиндр гидроусилителя. Так. Есть вот гайка. Гайку вот эту нужно раскрутить. Одеть другую валу и на место поставить. Сейчас будем делать. Все свободно пока. О, что-то вообще легко раскручено. Я что-то не верю, чтобы тут что-то контрагаилось. Ничего такого нет. Вал я уже меняю третий. Потом покажу, почему они летят. Эти валы. Ага. Всегда должна обязательно ставиться гроверная шайба. В прошлый раз разбирал, подумал, не стал ее ставить. Простая шайбочка-то есть, регулирующаяся. А гровер я не поставил. Сейчас поставлю. Так. Вот он вал. Что-то, блин. Осколков куча. Осколков я еще не нашел. Мало нашел. Вот он вал опомился. А это старый. Еще давно, еще уже менял. Хорошо не выбросил. Так. А вот купил я вал. Вот те в магазине утверждают, что он советский. Не современный новодел. Что должен держаться хорошо. Сейчас посмотрим. Ржавый это еще не значит советский. Но вообще, кто его знает. Может быть такое, что действительно советский. Все, пока нет, все раскручивается. Гайки взял на всякий случай. Но тут гайка не понадобится. Гайки специальные. Короче, нужно с собой возить такой вал. На всякий случай. Хорошо тут на задах. У меня это накрылось. А если в поле? Ну, как правило, в поле не бывает такого. Но кто его знает. Так. Так. По шлицам. Ага. По шлицам подошло. Так. Теперь нужно гровер поставить. Гровер какой-то толстый, большой. Должно подойти. Так. И гайку. Тут я покупал такие гайки. Сюда они не пойдут. Только снаружи пойдут. А здесь стоит тоненькая гаечка. Так. И затянуть-то ее тоже не так-то просто будет. Что-то вся гайка вся позабитая. Почему позабитая, непонятно. Я вообще не столько хопотный ремонт, сколько неприятное это происшествие. Так. Это что у нас? Бэктиклоки. Грежется. Да. Видно, что... Другой вал. Так, теперь нужно все это дело замазать герметиком. Что-то он жиденький какой-то. Стоялся, что ли? Да. Ну, пришел. Стоя назад. Стоя назад. Что-то не совпадает. Не могу попасть. Что надо. Так. Тут совпала шпилька. Тут маленько нет. Вот сейчас зашла. Вот сейчас зашла. Сначала прикрутим вот эти большие. А потом проверим, болтается или нет. И надо маленькие болтики накрутить по кругу. Надо не забыть масло залить. Вот оно, отверстие. Отсюда заливается. Здесь уровень. Я аккуратно слил масло. Сейчас опять залью. стремится. И где так? Да и гел себе. Что такое? я все собрал крышку назад поставил тяги поставил масло залил штуцер здесь идет подающий масло с емкости нужно вот эту тягу поставить не совпадает не совпадает была гайка на 41 я поставил другую побольше сейчас заключим долго искать закончилась ремонта вы скажете как так можно на тракторе сломать блин вот такой вал мне лучше на МТЗ это будет проще ну кому какое дело я просто покажу в каком месте ломается и отчего у меня на задах находитесь сейчас представьте себе трактор с погрузчиком полностью нагруженный ковш навоза тяжесть такая и здесь забуксовал и вот начинаешь ездить вперед-назад и трактор с колеи не выходит чтобы с колеи выехал приходится руль до конца выворачивать а там же катравлическая колеса завернулись вперед все только щелк все отлетело сейчас подсохло а так вообще отходить невозможно у нас такой грунт ладно кому мое видео было полезно ставьте плюсы лайки ну а кому не понравилось ставьте минус подписывайтесь на канал боженин всем пока